Своевременное назначение страховой пенсии является одним из главнейших задач управления Пенсионного фонда. Специалисты Пенсионного фонда настоятельно рекомендуют обращаться за назначением пенсии заблаговременно. Лучше начать оформление пенсии за несколько месяцев до наступления пенсионного возраста. При обращении за назначением пенсии гражданин должен иметь при себе паспорт, страховое свидетельство Пенсионного обязательного страхования, трудовую книжку, справки о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд. И они могут выдаваться как самим работодателям, так и архивными органами. Также справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку, военный билет и справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии, подтверждающих постоянную занятость на льготной работе. В случае, если у гражданина на индивидуальном лицевом счете находится сведение о размере среднемесячной заработной платы за 2000-2001 год, то эту информацию можно использовать для назначения будущей пенсии. Право на страховую пенсию имеют не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане и лица безгражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, при выполнении трех основных условий. Первое условие – это достижение общеустановленного пенсионного возраста для женщин 55 лет и для мужчин 60 лет. Второе условие – это наличие необходимого страхового стажа. Если по 173-му Федеральному закону о трудовых пенсиях необходимым условием для выхода на пенсию по старости было наличие не менее пяти лет страхового стажа, то по 400-му Федеральному закону о страховых пенсиях необходимым условием для назначения пенсии в 2015 году было 6 лет, в 2016 году уже 7 лет. То есть происходит этапное увеличение требуемого страхового стажа и будет увеличиваться на один год ежегодно и достигнет 15 лет к 2024 году. Третье условие – это наличие индивидуального пенсионного коэффициента, который должен составлять не менее установленные величины. Каждый работодатель перечисляет страховые взносы на своего работника на будущую пенсию. Эти взносы автоматически переводятся из денег в баллы. То есть, по сути, если коротко сказать, страховые взносы или пенсионные баллы – это стоимость одного календарного года работника. В 2015 году минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента, который должен иметь гражданин, составляла 6,6 балла. А в 2016 году составляет уже 9 баллов. И будет увеличиваться в дальнейшем эта величина на 2,4 баллов, пока не достигнет 30 баллов к 2025 году. Если у гражданина не выполняется хотя бы одно из двух последних условий, то он имеет право на социальную пенсию и выйдет на пенсию уже на 5 лет позже. То есть, мужчина в 65 лет, женщина в 60 лет. В страховой стаж при назначении пенсии включаются не только периоды работы, за которых уплачивали страховые взносы в пенсионный фонд, но также могут быть учтены и иные периоды. К иным периодам относятся периоды службы и другой приравненные к ней службы. Получение пособия по временной нетрудоспособности. Уход одного из родителей за ребенком до полутора лет, но не более 6 лет общей сложности. Получение пособия по безработице. Уход за инвалидом первой группы, ребенком инвалидом и лицом, достигшим 80 лет. Содержание под стражей и отбывание наказаний лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. Проживание супрово-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет общей сложности. За нестраховые периоды также начисляются пенсионные баллы. Так, за период отпуска по уходу за один год за одним ребенком начисляется 1,8 баллов. За вторым ребенком 3,6 баллов и за третьим и четвертым 5,4 баллов. Также, если родитель в период отпуска по уходу работал, то он вправе выбирать, какие баллы учитывать при расчете будущей пенсии за работу, либо за нестраховые периоды. Также, в пенсионном законодательстве допускается возможность увеличения будущей страховой пенсии при выходе на пенсию позже установленного возраста. В таком случае к составным частям пенсии применяются повышающие коэффициенты. Так, при выходе на пенсию позже на 5 лет фиксированная выплата увеличивается на 36%, а страховая часть на 45%. Заявление на назначение пенсии можно подавать в органы пенсионного фонда за месяц вперед до наступления права, но не ранее. Сделать это можно как при личном обращении посещения пенсионного фонда по месту жительства, так и через интернет к гражданину необходимо зайти в личный кабинет застрахованного лица, который находится на сайте пенсионного фонда. Используя логин и пароль для единого портала госуслуг и в соответствующем разделе указать ряд своих данных, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. В личном кабинете отображается вся история обращения гражданина в пенсионный фонд. Можно проследить, как заявление, поданное через личный кабинет застрахованного лица, переходит из статуса принято в рассмотрено. Кроме того, гражданину в личный кабинет приходит уведомление о возможных дальнейших действиях. Если пенсионный фонд располагает необходимыми всеми документами и есть заявление о назначении пенсии, то он может назначить пенсию и отправить, и осуществить ее доставку в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в территориальный орган пенсионного фонда не позднее определенной даты, до момента даты с документами в соответствии с нормами законодательства. В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые пенсионный фонд получил от работодателей о периодах трудовой деятельности, местах работы, размерах начисленных страховых взносов. Эти все данные находятся в личном кабинете в разделе о сформированных пенсионных правах. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их пенсионных фондов. Кроме личного кабинета, заявление можно подавать, кроме личного кабинета и при личном посещении в пенсионный фонд, также и через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг, а также через единый портал госуслуг. Новшеством также является то, что ранее выдаваемые пенсионные удостоверения сейчас уже не выдаются. Теперь в случае необходимости пенсионеру выдается соответствующая справка, подтверждающая факт назначения установления размера пенсии, а также срока ее установления. Но это не означает, что выданные ранее удостоверения действительно. Они все еще действуют и они могут быть использованы пенсионерами. Также хотелось бы напомнить нашим уважаемым федеральным льготникам, что сроки подачи заявления об отказе от набора социальных услуг, части набора социальных услуг, а также заявления о возобновлении набора социальных услуг или какой-либо части набора социальных услуг у нас принимаются до 1 октября текущего года за 2017 год. После 1 октября никакие заявления по набору социальных услуг, то есть по соцпакету, не будут уже приниматься управлениями пенсионного фонда.